Самарская среда Документальное кино Светлана Валерьевна, Борис Борисович, искренне рад вас видеть. Добрый вечер. Добрый вечер. Ну и уважаемые гости, с чего бы хотелось начать? Символом фестиваля избран архангел Михаил. Почему? С чем связан именно вот этот образ? Ну, потому что у истока фестиваля этого стоял отец президента фестиваля, Серков Михаил Михайлович. У каждого человека есть свой ангел-хранитель. И вот у Михаила Михайловича был архангел Михаил. Он символизирует, точнее покровительствует всем, кто борется со злом внутри себя и вокруг. То есть на самом деле это вот такой символ борьбы со злом? Да, да. И так же, как и внутри себя. То есть это такой символичный образ. Борис Борисович. Ну да, это дело в том, что вообще архангел Михаил, это один из таких, ну, почитаемых в православии, ну, святых архангелов, символ. Вот поэтому, ну, вообще обращение к каким-то основным, ну, устоям человечества всегда было религия. Она, как бы, даже не столько в смысле веры как таковой, а в смысле того, что религия является собой некий порядок. И вот этот порядок, он в каждом человеке закладывается. Это не важно, какая религия. Здесь может быть и буддизм, и иудаизм, и... И ислам. И вот этот порядок в человеке, он делает все, все, что мы, все, что потом мы делаем, вот соблюдение этого порядка внутри, оно дает вот те самые плоды, которые потом мы совершаем в своих поступках, в деяниях, в творениях, в творчестве и так далее. Поэтому я думаю, что это вообще очень такое, ну, интересное обращение было к названию главного приза этого фестиваля и названию фестиваля. А сколько уже, вот он с самого начала, архангел Михаил считается символом? Да, конечно. То есть это вот изначально сразу... Изначально архангел Михаил, ну, потому что Михаил Михайлович ангел хранится. Мне вот лично еще, что как бы, ну, знаете, на самом деле импонирует, потому что вот вы сказали интересную фразу, что борьба со злом внутри себя, потому что победить себя, это, наверное, самое главное и самое сложное, кстати, говорят, не зря. Вы знаете, есть еще один интересный момент. Вот учредитель кинофестиваля «Соль земли» Поволжский общественный историко-культурный фонд, заместителем президента которого вы являетесь, он проводит фестиваль с 2008 года, то есть уже большой срок на самом деле. А почему вот этот всероссийский, я подчеркиваю это слово, всероссийский фестиваль документальных фильмов проводится именно в Самаре? Поясню вопрос. Мы, ну, что грех отаять, привыкли считать, что все у нас, как правило, происходит либо в Москве, либо в Санкт-Петербурге. То есть центр жизни, ну, особенно культурной жизни, это уж точно вот в двух столицах. Итак, почему «Самара» и Всероссийский фестиваль документального кино? Ну, дело в том, что вообще на самарской земле очень давно, с 1928 года функционировала Куйбышевская студия кинохроники. И здесь вообще Куйбышев считался второй столицей. И на самом деле, и на этой студии работал именно Михаил Михайлович Серков. И у него всегда была мечта создать киностудию, чтобы собрать кинодокументалистов, чтобы не терять традиции документального кино. И вот, что, собственно, он именно в Самаре. И вот, что, собственно, и произошло, что он и реализовал в жизни. Куйбышевская студия была одна из лучших в Советском Союзе. Вот, кстати, я хотел, вы вопрос прямо предусхитили, Борис Борисович, да, вы-то вот эксперт. Куйбышевская студия была одна из лучших в Советском Союзе студий кинохроники. Тогда это была целая сеть киностудий, студий кинохроники по стране, и в республиках, и в Российской Федерации. Было довольно много таких киностудий. Были киностудии в Хабаровске, в Иркутске, в Красноярске, в Новосибирске, на Урале. Здесь Куйбышев, в Саратове, ну и так далее, и так далее. Вот их было очень много. Но вот Куйбышевская считалась одним из лучших. Здесь была плеяда очень хороших, интересных режиссеров, операторов. А кого назовите? Ципорин, Казаков. Ципорин. Вот кого бы вы сейчас отметили? Ну, я сейчас уже, на вскидку вам не вспомню, но Ципорин был, да, вот Серков, вот ряд операторов было. Здесь довольно много в ГИКовце здесь было. И вообще во время войны здесь была как бы вторая база кинохроникеров в Куйбышеве, в колонии Москвы. То есть, когда Самара была второй столицей, одновременно вся кинохроника на самом деле. Да, да, да. И, кстати, мы как раз совместно с администрацией города Самара открыли на площади Славы в августе месяце, открыли фотовыставку. Называлась она «Война сквозь объектив». И как раз она была посвящена именно документалистам, именно операторам, именно самарским. Так что вот, все вместе. То есть, на самом деле, у нас очень большой багаж и очень большая история, традиция. И поэтому именно... Ну, и потом, вы знаете, дело в том, что вы сказали, что все концентрируется, культурная жизнь у нас в двух столицах. Есть такой миф в головах у людей. Да, да, это не миф, это, в общем, отчасти реальность. Но дело в чем, это больше все-таки касается игрового кино, художественного кино, потому что там актеры базируются, там технологии, все. А вот хроника, это ведь срез жизни, то, чем занимается хроникер, документалист, это срез жизни. И мы работаем внизу с народом, а народ ведь не в Москве живет, он живет во всей России. И поэтому не зря это было, эти были студии по всему Советскому Союзу, потому что, ну, на местах не наездишься же из Москвы все время там. Конечно. И потом надо же знать материал, надо знать героев, людей, где-то с ними общаться. Поэтому вот мы на местах, вот я лично почти 60 лет работаю в кино. 60 лет? Ну, 59 лет, вот, шестой десяток пошел. Браво. С 16 лет я в кино работаю. И вот я объездил всю Новосибирскую область, потому что я там жил и работал. Я объездил, ну, почти весь Советский Союз практически, потому что я работал на киностудии. Была такая киностудия при телевидении. Раньше была такая сеть студий документальных, которые назывались «Телефильмы». Там «Союз Телефильм» был, такая головная, и периферийные студии. «Даль Телефильм», «Новосибир Телефильм», «Саратов Телефильм» и так далее. И вот мы ездили вне зависимости от региона, у нас не регион держал, а мы, в общем, могли писать заявку. От материала, скажем так. То есть, если нужно, вы могли ехать. Если автор, режиссер находили тему где-то в Арктике, то мы подавали заявку, нам утверждалось, давалось финансирование, мы ехали снимать кино в Арктику. И таким образом наполнялся наш экран абсолютно разнообразными фильмами из разных уголков Советского Союза. То есть, это был действительно тот самый срез. И тогда, кстати говоря, очень хорошо было, по телевидению довольно много показывали документальное кино. Потому что, вот, на практике проверено. Приезжаю в какой-нибудь, там, не знаю, в Улан-Удэ, там, не знаю, в какой-нибудь Чикдамын, на Камчатке. Ты, заходишь в гостиницу, включаешь телевизор. Документарный. Идет либо твой, либо твоего коллеги, либо твоего коллеги из другой студии. Ну, и так далее, и так далее. То есть, ну, мы же все друг друга знаем. Конечно. Соратники по цеху, по творчеству. По кадру могли узнать, кто снимает, кто оператор? Ну, вы знаете, как правило, в принципе. То есть, понятие приволка. Я, конечно, не могу узнать по кадру, там, оператора в Саратовской школе, там, или где-то там. Это Куйбышевская школа? Ну, Куйбышев, да. Ну, а вот там, где ты работаешь, да, у нас была, вот, Новосибирская школа, она тоже так была, тоже известная школа. Ну, и я, если смотрю фильм, это снимал, там, допустим, Валерий Соломин, впоследствии ставший известным режиссером, фильмы, которые будут показаны завтра в эфире, в онлайн-эфире. Это снимал, там, Леонид Завчинский, там, и так далее. То есть, рука у каждого оператора своя, и... И на самом деле опытный человек это видит. Да, если, да, это делается серьезный фильм, потому что бывает какая-то хроника, там, когда, там, ну, сюжет короткий, там, не определись. А вот на документальном фильме это всегда, в общем, заметно. Светлана Вареньевна, кто может подать фильм для участия? Потому что документальный фильм – это такая штука довольно демократическая, на самом деле. Вот для того, чтобы стать участником вашего фестиваля, нужно быть обязательно профессиональным кинодокументалистом. Смотрите, фильм может подать любой человек, но сделан он должен быть профессиональным, если коротко. А вообще, конечно, приходят нам заявки на фестиваль из больших студий, которые делаются знаменитыми мастерами, которые уже давно работают в профессии. И также присылают и любители, и среди них тоже есть очень интересные картины. Я бы добавил, что это не значит, что любой может подать и станет участником. Выиграть или участником. Понятно, это понятно. Потому что есть конкурсная комиссия, которая специальная. А как это выглядит? Это есть определенная группа людей, она на каждом фестивале своя, они там могут меняться, это, так сказать, не устоявшаяся форма. Но это люди, которые получают, там, допустим, получили 200 фильмов, послали заявку на желание участвовать в фестивале. Они смотрят все эти фильмы, а нужно там, сколько у нас фестивалей? Ну, я скажу, да, у нас в этом году пришло более 300 фильмов, и из них отобрано на конкурс 51 картина. Соответственно, очень большая работа идет. Это очень большая, тяжелая работа, потому что это надо отобрать. В общем, и вот эта конкурентность, принципы отбора, это довольно сложно. Да, потом возникает вопрос. Особенно, когда вот такой человек, как вы, сидит, я понимаю, что это достаточно сложно вас удивить. Ну, потому что, понимаете, ну, действительно, 300 работ, а надо 50. А потом еще из них надо будет отбирать. А потом вопросы возникают, а почему мой взяли, мой не взяли, вот знаете, вот тоже вот это. А вот когда 50 отобрали, а потом уже это отборочная комиссия отобрала. А уже на самом фестивале, рассказываю кухню, там есть жюри фестиваля. Тоже оно по-разному формируется. Бывает на постоянной основе жюри, бывает меняется. На разных фестивалях они принимают свою форму. Мне подсказывают, что у нас есть звонок в студию. Давайте пообщаемся со зрителем, потому что зритель это святое. Затем продолжим. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Маргарита. Подскажите, пожалуйста, в программе есть студенческие фильмы? О, кстати, интересный вопрос. Как раз продолжаю, да, студенческие фильмы. В Гековске, да. Ну, у нас есть фильмы студенческие, конечно, есть. Есть ребята, которые учатся на третьем курсе, на четвертом присылают дипломные работы. Конечно, есть. Институты к гибридографии и не только. Да, есть, опять же, у нас, даже в прошлом году у нас был фильм, снятый мальчиком из девятого класса, Самарским. Как я понял, вы, кстати, опять вопрос предусхитили. То есть школьник тоже теоретически может послать это же? Да, 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 конечно. Поэтому и говорим, что принимать может участие кто угодно. И поэтому, в принципе, главное, чтобы это было снято с любовью, с любовью к человеку, да, чтобы это было интересно операторски, правильно я говорю? Чтобы было это интересно режиссура. Ну, то есть, конечно, все же оценивается вместе. Поэтому неважно, это будет, там, я не знаю, с пятью дипломами режиссер. Или это будет мальчик из девятого класса. Или будет любитель. Как бы, конечно, есть все работы. Дело в том, что документальное кино, ведь это, понимаете, это сегодня, сегодня, это вообще приняло такую гипермассовость. Потому что, ну, условно говоря, документальное кино, я условно это называю. Мы об этом даже вот подробно поговорим, как раз о гипермассовости и о конкуренции. А вот мне как раз наши операторы даже подсказывают сейчас вопрос. А на какие носители? Потому что, ну, всем же интересно. То есть на электронный носитель? Что на электронный носитель? Фильм снимается? Ну, сегодня, сегодня, конечно, электронный носитель. Потому что пленка уже ушла. Вот. Есть у нас два таких, ну, не хочется их там, это, ну, таких, ну, про таких людей говорят чудика. Ну, в хорошем смысле абсолютно. Ну, понятно. На них, кстати, много и держится. В Новосибирске есть два человека, которые снимают на пленку. То есть принципиально? Ну, они, ну, да. Но они не, они так, это, в общем, такое, ну, главное, они сохраняют. Это вот этот факт того, что они берут пленку. Олдскул. Ну, заряжают ее в кинокамеру, кинокамера «Конус». Даже у нас есть кинокамера «КС-50Б». Это фронтовая кинокамера. Вот. И они вот на эту камеру сняли. Это, кстати, довольно интересно. Ну, как бы так, как факт. Вот. В этом году в Красногорске открылся осенью памятник фронтовому кинооператору. Вот. И эти наши ребята поехали, это Толя Антонов и Станислав Шуберт поехали в Красногорск с камерой, с двумя кинокамерами. Вот, это фронтовая кинокамера «КС-50Б» и с обычным «Конусом». «Конус» — это ручная камера хроникерская. То есть, которая? Нет, которая уже с электромотором. Которые, это были совсем давние камеры, там, Дебри, Аскани и так далее. А даже вот эта «КС-50», она была с пружинным прибором. И они сняли открытие этого памятника на кинопленку. Ну, так, это как бы символический такой жест. Потому что там снимала на видео, там, куча студий и так далее. Но они сняли на кинопленку, проявили и отдали это на хранение в этот самый Госфильмофонд, где хранятся все пленки фронтовых операторов, и не только, и наши, и так далее. — Уважаемые гости, предлагаю сейчас сделать небольшую паузу. Посмотрим сюжет, посвященный фестивалю, а затем продолжим нашу беседу. Я очень люблю документальное кино. Принимаю в нем всегда, когда приглашают в им участие. Нравственность есть правда. Показывайте правду, ребят. Не врите. Пускай она будет соленая, пускай горькая, но пускай будет правда. Во-первых, у меня папа отработал на Лен-Научфильме больше 35 лет. И там все, что связано с документальным кино. Он, правда, не был ни оператор, ни актер, ни режиссер. Он был простым постановщиком. Но при этом я помню еще маленьким мальчиком. Он меня водил на разные мероприятия, связанные с документальным кино. И это навсегда так в памяти осталось. Потом все, что касается документа, все, что касается живого кадра, все, что касается людей в своей непосредственности и в проявлении таких, какие они есть в жизни, это документ времени, это документ эпохи. И эти кадры, начиная с паровоза, который мы смотрим, братья Премьеры, заканчивая, не знаю, жуткими кадрами войны где-нибудь в Сирии, это все документ времени, который потом можно будет рассматривать уже с этой точки зрения. И мне кажется, что документальное кино должно жить. Мне кажется, что фестиваль, на котором я имею честь быть, мне кажется, что он вносит такой огромный вклад, он вносит в документальное кино, в популяризацию, во-первых, документального кино. И он дает возможность ему жить дальше, мне кажется. Всем участникам и гостям фестиваля, который проходит в одном из моих любимых городов в Самаре, я желаю, ну, прежде всего, максимально честного, открытого и подробного самовыражения и успехов именно в том, чем и ценно это документальное кино. Удачи, успехов. Кто выиграет, пусть гордится, кто проиграет, пусть не отчаивается, потому что, ну, ругать нашу жизнь бессмысленно, она у нас прекрасна. Пока мы ее ругаем, она проходит. Поэтому упирайтесь, двигайтесь, сосредотачивайтесь, наблюдайте, делайте выводы. Все будет хорошо. Соль земли, значит, это очень важно для нас, для нашей жизни вообще. Это хорошая символика для меня. Соль земли. Это великая вещь. Документальные фильмы нам скажут, это что случилось. Это история. Чтобы мы, это пишут историю дальше, дальше поколениям, если они смотрят, как они возились, что они пережили, что это было. Это очень важно. Но всем участникам фестиваля Соль земли желаю удачи вам и всего хорошего. Можно, увидимся. Уважаемые гости, большое спасибо вам за Гойко Митичи. Вот мне сейчас все сказали, потому что главный индейец Советского Союза, ну и, пожалуй, всей Восточной Европы. Очень приятно было посмотреть. С местами, конечно, было много таких уважаемых и ярких людей, личностей и в кино, и в общественной жизни. Поэтому это подчеркивает, что фестиваль этот нужен и набирает обороты, высоту. Это же все-таки всесоюзный, всероссийский, извиняюсь, фестиваль, который приезжает со всех уголков нашей России. И не только нашей, и не только уже теперь к нам приезжают из других. Из-за рубежа, из Испании. Светлана Валерьевна, вот по поводу программы фестиваля расскажите. Программа и формат. Ну, смотрите, в этом году у нас проходит 13-й фестиваль. Сама цифра значила, что что-то будет по-другому. Не совсем так? По-другому, да. И в этом году первый раз у нас формат онлайн. То есть, что это значит, вкратце расскажу. Это у нас будет каждый день. То есть, фестиваль проходит с 18 по 22 число. Соответственно, каждый день с 9 утра будет транслироваться конкурсный и внеконкурсный показ на пяти виртуальных кинозалах. Также у нас будет проходить с 6 до 10 вечера ежедневно. Онлайн-студия. В прямом эфире там будут у нас проходить мастер-классы, будут общаться, будут творческие встречи с режиссерами-документалистами, ну, гостями, которые смогут поприсутствовать в нашей студии. Также у нас в сквере имени Рязанова ежедневно с 12 до 18.00 также показывают фильмы наши конкурсные, ивны-конкурсные. И уже не первый год проходят, поддерживают нас информационно. Исторические парки «Россия. Моя история». Там в городе Омске будет трансляться, в Екатеринбурге. Ну, то есть мы стараемся. Вообще всю информацию смотрите на нашем сайте «Соль земли» в интернете. Светлана Валерьевна, я вот большой поклонник документального кино, ну, это может быть там в силу разных обстоятельств. Но, как всегда, нет времени. Вот где я могу увидеть фильмы по окончанию этого фестиваля? Вопрос интересный. Да, смотрите. Вообще фестиваль «Соль земли» проходит при большой поддержке Министерства культуры Российской Федерации, администрации городского округа Самары, правительства Самарской области и Клуба почетных граждан Самарской области. Которые, конечно, наиболее активны, потому что они довольно действенно это поддерживают. Всегда на всех фестивалях присутствуют довольно. Да, да. Открывают фестиваль. По многу открывают. На открытии, на закрытии бывают. Это, конечно, неформальная поддержка. От души. Да, от души. Ну, вот совместно как раз-таки с Клубом почетных граждан мы во межфестивальное время проводим киновоездные мероприятия с жителями губернии. То есть мы выезжаем в Самарскую область, в районы Самарской области. Формат этих встреч таков. Мы приезжаем с почетным гражданином Самарской области. Он рассказывает, передает свой опыт, общается с людьми. И здесь же мы показываем наши фильмы из архива фестиваля. И также у нас достигнуто соглашение с администрацией городского округа Самары и с департаментом образования о проведении в школах города проекта документальный урок. Здесь также со школьниками происходит показ фильма, затем беседа с ребятами, и они потом пишут эссе на отсмотренные фильмы. И затем проходит конкурс «Россия, мое отечество». И победители этого конкурса награждают на церемонии закрытия фестиваля. То есть мы стараемся работать и с районами, и со школами, и с вузами. То есть стараемся везде нести информацию, показывать эти документальные фильмы. И с ребятами еще хотим побеседовать, чтобы они не только смотрели в гаджеты, но еще и как-то смотрели в реальную жизнь. Писали, думали, говорили. Уважаемый гость, мне подсказывают, что у нас есть звонок в студию. Давайте пообщаемся со зрителем и продолжим. Алло. Алло. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста, как вас зовут? Здравствуйте. Меня зовут Ольга. Вопрос можно задать? Да-да-да, слушаем вас, конечно, Ольга. Вы знаете, я вот смотрю программу, мне интересно, в этом конкурсе, в этом фестивале участвуют только отечественные фильмы или зарубежные картины какие-то тоже? Много ли их зарубежных фильмов? И из каких они стран? Спасибо. Вот Гойко Митич наводит на это место. Да, смотрите, у нас может принимать участие кто угодно. Из любой страны у нас были и из Сербии фильмы. В этом году у нас прислал фильм «Доктор из Израиля». Очень интересный фильм, да, Борис Березович? То есть со всех стран, пожалуйста, только, конечно, должен быть субтитр на русский язык. То есть, чтобы было доступно для нашей... Чтобы шли русские субтитры. Да, да, чтобы было доступно для наших, то есть абсолютно отовсюду. Я предлагаю посмотреть сейчас еще один сюжет, затем продолжим нашу беседу. У нас времени уже не так много, на самом деле, остается. Фестиваль «Соль земли» — это всегда какое-то семейное событие, потому что наша семья немножко с этим связана. И я узнала от родителей про этот замечательный фестиваль документального кино. И так получилось, что с самого детства практически я вовлечена в эту атмосферу. И чем старше я становилась, тем больше у меня что-то открывалось, какие-то мысли были более понятными. Какие-то встречи стали интересны и по-другому открываться с режиссерами, с актерами. И поэтому для меня это каждый год очень приятное, теплое, осеннее семейное событие. С документальным кином я был знаком, наверное, в детстве тоже. Я посмотрел, может, какие-то фильмы, но не придавал этому значения какое-то. А сейчас это, ну, я как-то по-другому это воспринимаю. То есть это что-то от души, что-то настоящее. Видно, как люди вкладываются, сколько силы они на это тратят. Вот, есть в этом какая-то своя изюминка. Вот этот фестиваль, он несет правду жизни. Потому что вот молодые ребята, режиссеры, многие даже непрофессиональные режиссеры, они рассказывают о том, что их волнует. И рассказывают именно правду. Ничего так не действует здорово на душу, как именно правдивые очевидцев рассказы. Поэтому вот никакие наставления, никакие там... Ничего это не так действует, как вот именно, когда соприкасаешься с людьми, которые все это видели. Такая духовность за всем этим чувствуется. И интереснейший факт. Это было бы интересно посмотреть и молодежи. Это отношение к жизни, отношение к нашей Руси, отношение к вере. И никакими игровыми фильмами этого невозможно передать. Потому что то, что говорится в документальных фильмах, это та правда, как говорят, сыромятная правда, которую ничем оспорить невозможно. Борис Борисович, осталось совсем немного времени. Вопрос лично вам, как профессионалу. Какое будущее ждет документальное кино в 21 веке, в эпоху Ютуба, интернета, и когда каждый второй имеет доступ? Ну, риторический вопрос, который я, например, слышу все почти неполные 60 лет, когда я работаю в кино. Ну, какое? Это ведь будущее, это всегда поступательное движение. Так и в этом случае. Сегодня, если когда я начинал работу в кино, то тогда мы были исключительными людьми, которые владели таким таинством, которого никто вообще было неведомо. То сегодня у каждого в кармане, как минимум, смартфон, причем такого качества. Борис Борисович, к сожалению, мне подсказывают, что 15 секунд осталось, но, одним словом, будет. Будет будущее, будет параллельно, будет документальное кино профессионально и будет бытовое, которое нам набирает. Спасибо. Напоминаем, в нашей студии были Светлана Дузина, заместитель президента Павловского историко-культурного фонда, и Борис Травкин, режиссер, член Союза кинематографистов России. Смотрите документальное кино, и до свидания, ждем вас.